К сожалению, за последнее время на территории Брестской области с участием нетрезвых водителей произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 7 человек погибли и 22 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками Государственной автомобильной инспекции за управление в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 1605 водителей на территории области и 365 водителей на территории города Бреста. Хотела бы отметить, что меры административного воздействия на водителей, которые садятся в зарульном трезвом состоянии, на сегодняшний день ужесточены. На сегодняшний день, если у водителя обнаруживается концентрация этилового спирта в парах выдыхаемого воздуха от 0,3 до 0,8 промиль, то здесь предусмотрен штраф в размере 100 базы к величин и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 3 года. Если же обнаруживается концентрация этилового спирта от 0,8 и выше промилле, то здесь уже штрафная санкция 200 базы к величин и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 5 лет. За преступлением всегда следует наказание. В этом убедились лично все присутствующие люди на выездном заседании суда в ГАИ. А также главный герой мероприятия – обвиняемый гражданин М. Не один раз в своей жизни мужчина приступал закон. В этот раз он оказался в суде за вождение в нетрезвом виде. А отягощающим моментом является то, что им было совершено преступление в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и на основании санкции части 1 статьи 317 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в исправительной колонии в условиях строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 8 лет. Практика проведения выездных судов госавтоинспекции в городе Бресте начала проводиться около 5 лет назад. На профилактические мероприятия приглашались, как правило, учащиеся учреждения образования. Новым шагом стало привлечение к участию курсантов автошкол. Рассказывать о том, насколько опасно и чем чревато вождение автомобиля в нетрезвом виде, можно долго. А вот один раз продемонстрировать, чем это все заканчивается для нарушителя, на порядок эффективнее. Наглядность и пример – это всегда имеет очень большой фактор и решающий роль. Потому что, когда мы видим судьбы других людей, наблюдаем, у нас где-то ёкается, и мы понимаем, что это могло бы случиться и с нами. И, конечно, это очень хорошо работает. В свою очередь у нас на занятиях мы тоже показываем различные видео, мотивационные, контраварийные, немножко где-то слезоточивые, да, такие вот, скажем так, плюс 18, душерождирающие, когда летают тоже пешеходы те же. То есть съемки с видеорегистраторов. Немножко щемит сердце, немножко больновато на это смотреть. Но это делается только для того, чтобы водитель будущий понимал, чего будет стоить невнимательность, халатное отношение к процессу управления автомобилем. На таком открытом, с одной стороны, и показательном процессе вообще первый раз. Мне пока даже тяжело немножко говорить, потому что эмоции переполняют. Ну, я думаю, что это все очень действенно, что это все работает. Именно такая методика проведения судов именно в открытом формате. И что, я думаю, это очень большой плюс для тех, кто сегодня посетил. И кто не посетил, я думаю, каждый дома тоже расскажет что-то своим родственникам, знакомым, донесет, что так делать не надо, пьяным садиться за руль не надо. И вот так делать не надо вообще, то, что сегодня было. Потому что это человеческая жизнь, это безопасность, это дорога. Большинство из присутствующих после окончания судебного процесса вышли из зала под впечатлением. И каждому из них будет над чем подумать.